Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Провожаем последние летние деньки. Завтрак, обед, ужин по расписанию. Я в основном сижу с детьми, какие-то развлекухи для них. Скоро начнется учебный год и все немножко изменится. Сегодня вечером еду на маникюр. Еще и Алина, да что ж такое, уже третий раз пытаюсь снять немножко для влога и постоянно звонить телефон. Или приходят какие-то смс-ки. Короче, Алина сделает мне еще и педикюр. Буду сидеть у нее до ночи. И почему я сама перестала делать себе ногти? Вы знаете, наверное, потому что я нашла своего мастера, после которого ногти выглядят идеально даже три недели. И ничего не отваливается. Мне нравится и форма, которую она мне подбирает. Я вроде как не делаю сумасшедшие дизайны, но тем не менее, иногда это ногти подлиннее, иногда типа как такой мягкий квадрат. Как он называется? Как-то так на английском эта форма звучит. Блин, не помню. Если вспомню, напишу вам по экрану. Это не квадратные ногти, потому что они у меня немного закручиваются. И квадрат мне, к сожалению, не подходит. У меня еще и не длинные пальцы. Я квадрат на себе не люблю. Но и острые длинные ногти или миндальные мне тоже слегка поднадоели. И на перемены меня натолкнуло не то, чтобы хейтер, но девушка, которая в такой грубой форме написала мне, что фу, какие у тебя старомодные ногти. Давай уже что-то меняй. Такое уже никто не носит. И я подумала, что нет, это не старомодные классические ногти. Ну, действительно, почему бы что-то не изменить? Тем более, что мне уже неудобно было с длиной. Ну, пошла, сменила. И вот уже третий раз подряд, или четвертый даже, буду делать другие ногти. Давайте покажу вам, как это выглядит сейчас, спустя вот три недели, да? Видите, ногти вообще выглядят прекрасно. Вот. И тем более сейчас я отдала свой фрезер, потому что у меня попросила девочка, и, наверное, безвозвратно, во всяком случае мы это не обсуждали, и пусть на здоровье пользуются. И лампу также она взяла. Какое-то время тому назад. Так что мне даже и нечем делать, и гель-лаки я свои отдала. И вообще, когда я иду к мастеру, то это время для релакса для меня. Очень часто я работаю, отвечаю на какие-то имейлы, или что-то редактирую и так далее. Поэтому совмещаю приятное с полезным, так сказать. Девочки, в прошлом влоге многие у меня спрашивали, что у тебя так красиво блестит на глазах. Сегодня эти тени не у меня на веках, но я просто не успела всем физически ответить. К сожалению, это была лимитка от Шарла Тилбери. Вот такие тенюшки. Это была какая-то рождественская коллекция, но это ее попы. А, да, правильно говорю вам. Какие-то даймондс тут, тратата, но не важно. В общем, она, к сожалению, уже недоступная. Но я думаю, что в преддверии праздников она что-то такое блестящее, сияющее выпустит. И я честно рассказывала вам об этих тенях-фаворитах, поэтому советую смотреть, если вам нравится та эстетика макияжа, которую предпочитаю я. Сегодня, кстати, я окрасилась для настроения. И так получилось, что много чем из дорогого сегмента, из такой инста-косметики, из того, что сейчас мега популярно. И это можно встретить у многих таких именитых визажистов. Но я как-то не кайфанула от результата. Вот иногда ты выбираешь что-то даже подешевле или что-то свое любимое, и вроде ничего такого сверхъестественного, да. А по факту ты смотришь и ты прям кайфуешь от того, что у тебя получилось. Сегодня то ли цветовая гамма какая-то такая неподходящая моему настроению, то ли средства какие-то не мои, но там тени залипли. Я не люблю заморочки. Если что-то сразу не работает, то меня сразу как бы отталкивает от такого средства. Вот. Так что сегодня поеду. Накрашенная, но вышло солнце, хотя целый день шуровал дождь, и я уже сразу оделась, поеду в чем-то удобном. Еще как раз схожу погулять с собакой, и с детьми они хотят побросать мяч баскетбольный. Поэтому я сегодня на полуспорте. О, пойдем покажу вам кроссовки, которые я купила с обалденной скидкой, и детскую обувь. В польском интернет-магазине прям получилось на 50% дешевле. В общем, в Польше есть стационарные магазины в торговых центрах под названием Сайзер. И у них также есть интернет-магазин, там больше выбор. И, правда, в этот раз мне пришла детская обувь в такой пожившей коробке, но не суть, потому что я и так ее выброшу. Мы не храним обувь в коробках, это занимает слишком много места. И вот я заказала такие Timberland с 50% скидкой. Нам не подошел размер. Когда я возвращала их, чтобы заказать новое, оказалось, что на сайте они уже чуточку дороже. Не знаю, почему так, но в любом случае Timberland носится хорошо, поэтому мне было не жалко. И согласитесь, если ты экономишь еще и 50%, то это вообще супер. Я сделала даже не просто возврат, а обмен. И мне посчитали, получается, по такой же цене, как я покупала с 50% скидкой. Вот такие я взяла для Игната. И несмотря на то, что я беру ему обувь чуть-чуть на вырост в 31 размере, вот эти в 31 оказались впритык, поэтому поменяла на 32. Себе взяла еще одни кроссовки. Я не знаю, как так вышло, но у меня нога стала на 1,5 размера больше, чем до беременности. Как будто она растет. И все мои кроссовки мне жмут, поэтому многое мне приходится поменять. И вот эти кроссовки есть у моего мужа. Точно такая же модель, что женская, что мужская. Они, конечно, необычные, такие стильнючие. Они сейчас есть и в коже. То есть это как летняя коллекция у них считается. Смотрите, такими задниками даже можно тормозить. Меня, конечно, немного смущает то, что здесь вот белый, типа как велюр, они, наверное, будут быстро пачкаться. Но, скорее всего, я буду носить их в спортзал или в сухую погоду. Мне очень нравится расцветка. Они не тяжелые. И так, как я сказала, или не сказала, у меня 38 размер, а модель вот 327. Они есть и в классических расцветках или же с добавлением какого-то цвета. И вот те, которые более нейтральные, они всегда стоят дорого. Дороже, чем вот такие. Я довольна. Захару тоже выбрала Тимберленды с 50% скидкой. Тоже в Сайзере. Но, возможно, я их верну. Потому что в Польше есть еще и такой сайт, называется Лиманго. У них там практически каждый день стартуют какие-то акции. То на определенные товары, то на бренды. И действительно, можно купить гораздо дешевле. Только зачастую у них долго нужно ждать. То есть доставка там бывает даже дней 30. Я купила ему и курточку Тимберленд на зиму. И даже более прикольную модель, чем вот эти ботинки. И ну вот стандартно они стоили 400 злотых, а я купила за 200. Вообще очень выгодно получилось. Но если вдруг те мне не понравятся, то оставлю вот эти, а те верну. Пока что еще не знаю, как оно получится. Но в любом случае можно найти, как видите, вообще не в ущерб кошельку и при этом купить качественную обувь. Вот так они выглядят на ноге. Сегодня пройдусь в них по улице. Вообще думаю, что буду носить их в спортзал. Я немножко поснимаю, это не против? Да, позже не дожду сказала, как бы у тебя всегда чисто. И так красиво. Хочу вам показать, куда я езжу на маникюр Калинки. Алина из Украины, но она здесь давно живет. И здесь тоже работает классный мастер, которого сейчас нет. Ее зовут Наталка. Она мне делала ногти в прошлый раз. Очень красиво. Ну, Алину я всегда рекомендую в своем инстаграме. У нее потрясающая палитра оттенков. Ну, а о качестве маникюра я вам чуть раньше говорила. Потом покажу вам кое-что новое в таких трендах маникюра. Ну что, поехали. Алина, я хочу то же самое. Хорошо. Хорошо? Вот какая красотень получилась у Алины. Хотела бы сказать у нас, но нет. Как будто даже руки чище стали. И это как цветная витаминная база. Никак, а это, собственно говоря, это и есть. Неонейл. Это польский бренд, но у Алины тут чего только нет. И даже гель-лаки украинского производства. Я носила, очень хорошо держится. Но Алина говорит, что зависит от цветов Камильфо. А вот это вот все цветные базы. То есть это не гель-лаки, это как базы. Но вот знаете, сейчас модно это делать, но я не совсем понимаю, почему под такую базу нужно носить базу. Алина, а топ надо? Топ тоже надо. И топ тоже надо. Ну называется это цветная база. То есть по факту это тоже как гель-лак. Я что-то не совсем вкуриваю в чем дело. Мы даже как-то обсуждали этот момент. Ну вот какого цвета только нет. И яркие, и нюдовые, и темные. Ну в общем в последнее время я как-то чаще выбираю для себя цветные базы. Ну а это даже с френчем будет красиво. Кое-что новое. Смотрите, чашка внутри в виде сердца. У меня обычное, а тут еще и такое. И кофе очень вкусный у Алины. Такой с ванильной ноткой. 7 утра. Я еще сплю. Но сейчас буду просыпаться, потому что я приехала на тренировку. Здесь такая раздевалка, есть душ и даже сауна, в которой я ни разу не была. Хотя могу воспользоваться. Я думаю, что зимой начнем. Занимаюсь я в этом центре. Сейчас здесь идет уборка, потому что мало пока что посетителей. И он находится недалеко от нашего дома, поэтому мне очень удобно. Я приехала раньше тренера. Сложно возвращаться к тренировкам после перерыва, но у меня нет выхода. Зал для тренировок небольшой, но здесь есть все, что нужно и даже больше. Обычно здесь занимается не больше пяти людей с индивидуальными тренерами, поэтому всем достаточно места. пожелайте мне удачи. Нагрываться для влога. Пусть меня сегодня пощадят. влога. Пусть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всю ночь шел дождь, и несмотря на то, что сейчас 9 часов утра, так прохладненько даже. А мы сегодня на Шлёнске. Это регион Польши, а именно в Катовице. И девочки, выпила пол маленького пива, и я что-то осунулась, опьянела, капец. Надо посмотреть, сколько процентов. Что-то я как-то так прям не ожидала. Мы находимся в ресторане. Это культовое место. Сложно было забронировать столик, но у нас это получилось. И потом мы прогуляемся по Катовице. Покажу вам немножечко местного колорита здесь. Этот регион ещё интересен тем, что у них есть свой диалект. Если польский я понимаю хорошо и хорошо на нём разговариваю, то здесь мне нужно прям сильно вникать, потому что здесь как будто польский в перемешку с немецким. Мальчики, а как это вы без футбольной формы? Вас прям не узнать. Вы всё лето ходите в костюмах футбольных. Где сам ваше строя? Правда. А что это вы не одели? Странно. Родители не позвонились. Правильно, родители не разрешили. Ну хоть раз, блин, оделись, как нормальные люди. А куда я без Шлёнка? Ну? Наши. Смотрите, как интересно. Ой, Акито. Наша Акито дома, потому что очень жарко в городе и, конечно, сложно в такую погоду. Обратите внимание на оконные рамы. Они покрашены красной краской не просто так. Это традиция, которая до сих пор сохранилась. Дело в том, что это шахтерский город, и раньше шахтеры воровали красную краску из шахт, которая была использована для... Вылетело слово «блин». Вылетело слово «блин». Означения для того, чтобы обозначить опасные места. Да, и использовали краску в быту. Вот так вот до сих пор и осталось. Вот даже свежепокрашенная. Класс. Мы никогда здесь раньше не были. Мы много где в Польше ещё не были. Ну я так точно. Вот правда, постройки совершенно отличаются от краковских. И около 120 лет тому назад здесь исторически была Германия. Бухтелка. Сделали модные стрижки. Они теперь без укладочных средств не стоят, не лежат так, как надо. Кроссовки у тебя такие модные. Откуда это у тебя? Чего без оптимистов? Мама купила? Ну. Хороший вкус твоей мамы. Костёл должен быть. Вот и он. Причём таких внушительных размеров. Ну а мы уже едем домой. Мы приехали буквально только на обед. Да. Едем в Краков, Захарчик, к нашей Юке. Играть в футбол. Несчастливый ребёнок, когда нельзя играть в футбол. У нас здесь ещё одна обновочка. Даже целых две. Наконец-то у мальчиков настоящие футбольные ворота. Они попросили купить им маленькие, поэтому взяла такие. Мы как-то купили в Пепко бюджетные, но они оказались пластиковыми. Ну куда это годится? Раз футбольнёшь мячом и всё. Прощайте ворота. А эти металлические. Покупали в Декатлоне. Такие прочные. И вторая часть стоит со второй стороны. Но только Тома, наверное, включал косилку или планирует косить, поэтому передвинул ворота дальше. Вообще они стоят на газоне. И мальчики тут помогают нашим гортензиям загнуться. Если они совсем откинутся, то мы наконец-то посадим те гортензии, которые я хотела. Я вам рассказывала, что у нас немножко надули. У нас какие-то кормовые, как я их называю. Ну посмотрите. Они даже на гортензии особо не похожи. Вам не кажется? Мне нравились вот такие, как гроздья. Знаете, что-то даже приблизительно не напоминают их. Сейчас кое-что проверим. Здесь у меня целый склад Юкасиных вкусняшек. Мы купили такой корм, как нам сказали в питомнике. И она с удовольствием его ест. Взяла сразу 15 килограмм, чтобы постоянно не бегать за ним. Из вкусностей, чтобы было что грызть. Ну и плюс это какое-то лакомство. Написано, что это натуральные коровьи желудки. Юкаси сегодня съела. Уже я тебе хотела кое-что другое дать. Свиные уши. Лапки. Это легкие коровьи. Да? Юкась, ты довольна? Это нам тоже сказали в питомнике. Но я и Микки покупала все натуральное. Это кроличьи уши. Боже, какой кошмар, девочки. А это коровья кожа без шерсти. Жах. Это какие-то мышцы, что ли. Не помню. Короче, что-то я набрала там. О, шампунь нужно достать. Нужно покупаться. Юкаси. Кости вот такие взяла. Юки. Это наглость, второе счастье. Юкс. Я понимаю, если бы ты была голодной. Кто тут такого натворил, подоставала уже все, что могла. И всякие такие тренировочные тоже вкусняки я беру. Это, кстати, довольно недешевое удовольствие. Мне кажется, что так для собаки лучше. Постоянно ношу с собой во всех карманах вот сушеная курица, для того, чтобы она училась выполнять команды. А это то, зачем я сюда полезла. Хотя я вижу, что Юке заинтересована совершенно другим. Ю, я знаю, но ты сейчас наешься, потом тебе будет плохо. Ты влупила целую миску корма. У меня такая шерсть классная. Такая моя лапочка. Лапочка. Больше всего... Это твое, да? Сейчас лапка я тебе отдам. Юкс больше всего на свете любит мягкие игрушки, и чтобы они еще и пищали. Да? Вот. Супер. Все твое. У меня тут процесс уборки. Юки мне, как видите, помогает. Моя ты девочка, моя ты красотка. Я тоже вижу, что они очень сильно похожи с Микой, но это все-таки разные собаки. И по характеру тоже. Мика у нас была такая более независимая какая-то. Хоть она и была постоянно рядом со мной, а это такая обнимашка. Вот не пропустит. Чтобы ее гладили, чтобы ее чесали, чтобы вообще так прижаться так по максимуму. Она такая нежная, и... Она, конечно, маленькая, ей 4,5 месяца. То есть у нее еще формируется характер и ее привычки. Еще понятно будет, что там с нашими тренировками и с их эффектами. Но она как-то быстрее все схватывает и больше слушается. Даже Томака слушается. Чуть-чуть не сильно, скажи, но стараюсь. Нет. Стоп. Бабер. Такой. А визуально, конечно, они похожи с Микасей. Ну, хотя я могу вам точно сказать, где отличия. А издалека не особо понятно. Мне кажется, что она тоже будет крупнее, чем Микуша. При том, что Мика у нас была не маленькая. Купила свежие цветы. Вот эти еще одни. Завтра у нас будут гости. Поэтому я уже в предвкушении. Боже, как я рада. Я завтра увижусь с мамой. И не только. У нас проездом также будет и моя тетя, и двоюродная сестра, которая до этого к нам еще не приезжала в этот дом. В Псковине она была как-то очень давно. И я подумала, что завтра они будут очень уставшие после дороги. Плюс питание. Ну, где там искать суп. Поэтому я завтра сразу на обед приготовлю супчик, чтобы мы перекусили, попили кофе. Такая жара, что есть особо и не хочется. Но съедим куриный бульон. Курица у меня в холодильнике. И потом отправимся гулять в Краков. А вечером у нас по плану гриль. Зато у меня сегодня на обед вареники, к сожалению, не домашние. Но зато они очень вкусные. У нас здесь рядом с домом есть такое мини-производство. Они лепят только вареники. Вкусные. Они нигде не продаются в магазинах. Они не представлены в супермаркетах. Даже нет фирменного магазина. Просто приезжаешь, там можно это купить. Так что не заморачиваюсь. Я сегодня, конечно, занята организацией спальных мест. Снова все стираю. Заодно и мальчиком меняю постельное. И пока вот съездила за продуктами, целый холодильник набрала всего. Не было времени подумать о своем обеде. Запихнула, так запихнула. Это вам не логистика Томека. Я буквально тут утрамбовывала все. И колбаску на гриль взяла. И даже все для бутербродов дальше им в дорогу купила, чтобы им было что есть вкусненького. Вчера с Томиком драйли дом до часу ночи. Теща же приезжает. Нужно навести в идеальный порядок. Но вообще-то он у нас фанат. И в принципе у нас никогда не бывает прям супер грязно. Это комната Игната. Пока более-менее все как-то так организовано и пораспихивано по углам. Могу вам показать. Смотрите, здесь стоит его кровать. И еще в прошлый раз, когда у нас жили украинцы, мы поставили один шкафчик с игрушками на второй. Когда-то я и сюда доберусь. Привлеку малых и все переберем. Ненужное поотдаем. Кстати, большие такие. У нас когда-то были дороги и так далее. Мы отдали в пожарную часть, где тоже живут переселенцы из Украины. Там много деток, поэтому им сейчас нужнее. А вот здесь пока что располагается матрас. Мы его потом уберем, как и в прошлый раз. И вот сюда я хотела бы поставить письменный стол, о котором я рассказывала вам в прошлом влоге. Как раз будет дневной свет у окна. Мне кажется, что должно получиться неплохо. Это вот шкафы, которые я мечтаю заменить. Между прочим, мы поснимаем наклейки и уже пообещали их отдать. Так что дело за малым добраться до Икей. Наконец-то. А это письменный стол Захара. Вообще-то он тоже не должен здесь стоять. Но как-то у нас так многое на бегу. И видите, он уже не поднимается повыше. Плюс здесь нет никаких выдвижных ящиков. Вы мне писали, что удобно купить на колесиках отдельно. И возможно, это решение. И спасибо вам большое за всякие советы. Вы всегда мне что-то интересненькое и полезное подсказываете. И выдвижные ящики, конечно, обязательно нужны. Потому что видите, все стоит сверху. Карандаши, какие-то тетрадки. Вот Захар что-то, наверное, там рисовал сегодня. А так можно было бы спрятать. И было бы ощущение большего порядка. И вообще я люблю, когда все организовано. Они вот так наложены. Потом, когда он приносит компьютер, книжки для занятий онлайн. Или делает домашку. То потом это просто тупо некуда положить. Я сегодня пыхчу с самого утра. Бульончик уже готов. И так как наши гости приезжают чуть позже, потому что дорога сложная. Я решила заранее начать готовиться к грилю, который будет вечером. Мы, наверное, не поедем гулять в Краков, потому что совсем нет времени. Короче, будет колбаска, будет мясо с гриля. Всякое такое. Салат со шпината. Помыла, что-то нарезала. И спаржевая фасоль. Нет, это не спаржа. Подождите. Короче, вот такая спаржа, правильно? Я иногда, знаете, как заторможу. Короче, вот такая фасоль будет отварной. Я ее отварю в соленой воде. И потом еще добавлю сливочное масло с панировочными сухарями. Это на лимонад, тоже на салат. И, девочки, я всегда делаю чуть больше моего фирменного масла с солью и с чесноком, с какой-то зеленью. Разделяю на вот такие шарики и часть замораживаю. Потом, когда приходят гости или хочется что-то подать к хлебу, я достаю вот такой шарик. Даю ему немножко постоять или вот так в комнатной температуре, если нужно, быстрее. Или ставлю в холодильник, потом все готово. И не нужно отдельно заниматься еще и маслом. А я поехала в магазин, потому что кое-чего не хватает. К сожалению, но к счастью для меня, в дни, когда к нам приезжали гости, я ничего не снимала. Но зато мы очень здорово провели время. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Мы с вами прощаемся. Не забывайте поставить пальчик вверх. И мы с вами встречаемся уже совсем скоро. Пока-пока!